Я приветствую вас из американской столицы. Ну и, конечно же, поздравляю вас всех с началом фестиваля эстафеты еврейских праздников. Уже наступил еврейский 5782 Новый год по еврейскому календарю, и уже начались дни трепета, поэтому каждая встреча и каждое общение в 10 дней до Йонг-Кипура – это попытка еще раз попросить прощения за что-то не так сделанное и уж, конечно, простить всех тех, кто что-то не так сделал. Уж относится это или не относится к администрации Вашингтона, сказать затрудняюсь, но явно демонстрируя свою любовь и заботу, президент в начале недели посетил районы, пострадавшие от урагана Айда или Ида, как хотите, так и называйте. Выразил свое сочувствие, дал обещания, устал. И потому уже вчера и сегодня весь расписание, весь день рабочего президента ограничивался рамками Белого дома. Есть эдакий трафаретный, типовой, обычный день президента, когда он просто обязательно, для того чтобы не был пустой график расписания, встречается с вице-президентом, встречается с комитетом по выходу из коронавируса, получает сводки, делает звонки. Это не какие-то действительно достойные особого внимания пункта расписания президента. Поэтому, оставив в покое то, что сегодня происходит в Белом доме с президентом Байденом, я все-таки, продолжая тему Белого дома, скажу, что наряду с президентским расписанием, в его же расписании, как правило, ну, если не совсем уж ежедневно, то почти ежедневно состоится в том же здании, где находится Белый дом, только в крыле, пресс-конференция. Чаще всего это пресс-секретарь, сейчас это Джон Псакин. Конечно, эта работа очень почетная, но когда мысли и отношение к происходящему у пресс-секретаря не совсем сходятся с президентом, а это аномалия, становится очень сложно отвечать на вопросы журналистов. И чем сложнее ответы, тем, конечно, выше квалификация пресс-секретаря. Так что, отвечая на вопросы, все больше и больше приходится в САКИ, и сегодня будет очередная пресс-конференция, демонстрировать свою эдакую политкорректность и ощущение президента. Вот по этому принципу, как правило, и выбирают пресс-секретаря. А еще это должен быть человек без заговорочной преданности президенту или тому, чьим пресс-секретарем является. Рассказываю я это именно потому, что еще незабытые времена пребывания в Белом доме Дональда Трампа помнили вот такую действительно Сару Сандерскую, которая была не так изящна и не так симпатична внешне, но, тем не менее, преданность президенту была беззаговорочная, президенту Дональду Трампу. Но была в пресс-центре Белого дома еще одна, в отличие от Сары Сандерс, действительно очень симпатичная. Она буквально последние несколько месяцев была назначена пресс-секретарем самого президента, но я что-то даже и не помню ни одной действительно ее пресс-конференции, когда она отвечала на вопросы журналистов. Зато она была выразительницей идей и рассказывала от имени первой леди Мелании Трампа и выглядела как бы даже ее подружкой. Все, кто знает Меланию Трамп прямо или косвенно, и в детстве, и в юности, и в зрелости, и теперь говорят, что более скрытного человека, чем Мелания Трамп, на Олимпе Вашингтонской администрации никогда не было. Она очень немногословна и очень скрытна во всех самых, что ни на есть, казалось бы, простых и доступных вещах, в отличие от многих своих предшественников. Так вот, как раз в эти дни готовится к выходу книга, книга той самой Стефани Гришона, о которой я только что рассказала, которая была пресс-секретарем Мелани Трампа, которая сейчас утверждает, что она та единственная, с кем Мелания делилась сокровенно. Вот теперь она, эта сокровенная, собирается выплеснуть на общее обозрение, рассказывая подробности своего пребывания в Белом доме. Так что мы на пути к ещё одному, наверное, достаточно серьёзному скандалу, хотя верить в то, что там будет написано, готовы далеко не все. Ну и раз я уже заговорила о скандалах, то, судя по всему, ещё одно событие, которое, опять же, может стать скандальным, уже на горизонте Вашингтона, и к этому Вашингтон готовится. Нет-нет, не 11 сентября. 11 сентября, что послезавтра, это круглая дата, печальная, торжественная. И, конечно же, она, судя по всему, на 99,9% как в Нью-Йорке, так и в Вашингтоне пройдёт, как и в других городах, пройдёт без сучка и задоринки. А вот 18 сентября, это, если говорить о каких-то знаменательных датах, то это был тот самый день, когда впервые в Вашингтоне собралось, ну это был ещё не Вашингтон, а место, выбранное для столицы, когда собралось множество-множество людей, и эти множество людей во главе с первым президентом Джорджем Вашингтоном закладывали первый камень будущего города. Будущего города, столицы демократического государства, и будущего города, столицы великой страны. Уже тогда эти слова произнёс Джордж Вашингтон. То ли это, то ли, может быть, случайно совпав с этим, но именно 18 сентября готовится новая большая демонстрация против сегодняшней администрации. Или против того, что сегодняшняя администрация пытается сделать с событиями, освещая их и с участниками событий 6 января. Вот как бы ждали-ждали, терпели-терпели, и теперь новое ралли. По этому поводу вчера, а по средам обязательно Нэнси Пелози даёт какое-то интервью журналистам, вчера уже было сказано, что слишком рано демонтировали забор. Надо бы его восстановить. Так что, восстанавливая забор, готовимся к новым событиям. Я же готовлюсь к новым путешествиям и вас призываю заглянуть на мой сайт «Анна Топоровски» одним словом, «топоровски.skv.com» и, прочитав подробное описание и путешествия за границу, например, в Египет, и предстоящего знакового путешествия из Нью-Йорка в Лос-Анджелес по одной дороге, из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк по другой дороге в первой половине ноября, решиться на путешествие, а это здорово, мы уж так засиделись, и сообщить о своём желании, не ограничивать общение со мной эфирным временем, задавая вопросы и созерцая красоты большого мира. Желаю вам хорошего настроения, с любовью к вам из Вашингтона. Ваш человек в DC Анна Топоровская.